Добрый день! Компания CoderLine. Сегодняшний ролик посвящен многобородной таре, а именно настройке НСИ в 1С ERP. Многобородная тара это транспортная тара, которая рассчитана на многократное применение. Соответственно предприятие, которое получает или поставляет продукцию в такой таре, требует ее учета. Для того, чтобы это было возможно в 1С ERP, необходимо сделать некие первоначальные настройки. Для этого зайдем в раздел НСИ администрирования, настройка НСИ разделов, номенклатура. В разделе разрезы учета необходимо возвести флаг многообородной тары, который предполагает возможность учета многообородной тары, а также предполагает дополнить документы многообородной тары. Кроме того, с настройками должна быть предусмотрена возможность введения упаковок. Предварительные настройки мы сделали. Давайте перейдем теперь к созданию собственной номенклатуры. Для этого перейдем в раздел НСИ администрирования, НСИ номенклатура и создадим отдельный вид номенклатуры для многообородной тары. По команде «Создать вид номенклатуры» открывается карточка. Отличительной стойбленностью данного вида номенклатуры является то, что типом номенклатуры будет тары. Выбираем данный тип, сохраняем, указываем номинование. Вида номенклатуры, к примеру, вложим многообородная тара. Другие настройки для нашего примера не нужны. Записываем и закрываем. Вид номенклатуры мы заведем. Теперь в рамках данного вида номенклатуры создадим номенклатуру, то есть самый многообородный тар. К примеру, в качестве номенклатуры у нас будет использоваться ящик. Скажем, в единицу хранения штуки. Записываем и закрываем. Для многообородной тары номенклатуры мы заведем. Теперь давайте заведем номенклатуру для той продукции, которая поставляется в этой таре. Для этого создадим отдельный вид номенклатуры. Типом номенклатуры будет являться уже не тара, а товар. Укажем номинование. К примеру, это будут материалы. Сохраняем. И для данного вида номенклатуры создаем номенклатуру, которая поставляется в таре. К примеру, в таре в ящик у нас поставляются подшипники. Укажем номинование. Подшипник. Укажем единицу хранения штуки. Также установим флаг, позволяющий вести учет упаковок. Запишем. И создадим упаковку. Для этого по команде создать. Открывается форма упаковки. Указываем единицу измерения штуки. Указываем то, из скольки штук состоит одна упаковка. В нашем случае один ящик состоит из, к примеру, 20 подшипников. Наименование формируется автоматически. Следующие реквизиты нас не интересуют. Нас интересует флаг «Поставляется таре». После его возведения становится возможным указать ту многооборотную тару, которая используется для поставки машины на катуре. В нашем случае это ящик. Выбираем его. Также здесь предлагается выбрать правило. Это правило определяет, как будет заполняться таро в документах. Первый вариант полностью означает, что таро будет предлагаться, когда упаковка заполнена полностью. К примеру, если у нас выставляется 22 подшипника, а упаковка содержит только 20, то нам будет предложен только один ящик, поскольку второй заполнен не полностью. Если мы выбираем второй вариант, начиная с, и указываем, к примеру, одну штуку, то в данном случае, даже если нам придет 21 подшипник, нам будут предложены два ящика, поскольку мы указали, что начиная с одной штуки, нам уже требуется предлагать целую упаковку. Записываем и закрываем. Таким образом, сегодня мы сделали первоначальные настройки системы, а также завели намеративно-справочную информацию для многооборотной таро и той продукции, которая в ней выставляется. В следующем роликах мы рассмотрим дополнение документов тары, а также контроль ее оборотов и сроков возврата. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok